Среди местных жителей существует поверье, если привязать к веточке орешника ленточку, то и молитва до Святой Февронии быстрее дойдет. ПЕСНЯ Было это в стародавние времена. В келье Муромского монастыря умирал старец Давид. Чувствуя, что сила его на исходе, он велел послушнику идти в женский монастырь. Пусть придет к нему проститься его сестра во Христе, Блаженная Ефросинья. А Блаженная Ефросинья сидела в келье далеко за полночь, шила золотом. Она не удивилась посланцу, словно ждала горьких вестей. Попросила передать брату Давиду, что придет к нему тотчас, как закончит работу. Святые Давид и Ефросинья, в миру их звали Петр и Феврония, уже семь веков почитаются на Руси, как покровители и защитники семейного очага, любви и верности. В начале 13 века здесь правил князь Петр. Был он хорош собой, храбр, справедлив и крепок в вере. Но однажды объявился в Муроме поганый змей. Стал он прельщать людей пороками и сладостными грехами. Но сильные духом сопротивлялись дьяволу. И тогда он обнажил свой меч. Призвал на помощь темные силы и пропитал свой клинок сатанинским ядом. И бросил клич смельчаку, который отважится выйти на бой с самим дьяволом. Князь Петр принял этот вызов. В его руках был святой Агриков меч, полученный им от архангела Михаила. Хитрый враг хотел напасть на Петра неожиданно, из-под тяжка. Но князь не растерялся. И начался лютый бой. Порой казалось, что не устоит князь перед дьявольским напором. Дрогнет. Но помнил Петр, что сражается не за себя, а за Муромскую землю. Откуда только силы взялись? Победа или смерть? О другом исходе поединка он и не помышлял. Коварным ударом змей ранил князя. Однако ни боль, ни страдания не остановили Петра. Собравшись с силами, он тяжелым ударом сразил врага. Зло было повержено. Когда Петр снял сорочку, чтобы смыть в себя поганую кровь, он с ужасом увидел, что все тело его покрылось страшными язвами и струпьями. Никто не мог его исцелить. Брань Петра была с дьяволом. И помощь в исцелении нужна была божественная. Позвал он своего верного слугу Анику Воина и велел ему рассылать гонцов во все концы земли русской искать лучших лекарей. Ходил слух, что есть в рязанской деревне Ласково девица Феврония, вроде как блаженная, но лечит знатно. Поехали князь с Аникой к ней. В деревенской горнице за прялкой сидела в одиночестве Феврония с зайцем на коленях. Увидев непрошенного гостя, девушка не смутилась, велела только дверь прикрыть. Люди говорят, что лечишь ты хорошо, так может и князю моему поможешь, спросил Аника. Что ж, ответила Феврония, может и излечу я вашего князя. Только вот условия у меня есть. Будет князь здоров, если возьмет меня в жены. И тут Аника вспомнил народную примету. Заяц в доме к свадьбе. Наказала Февронии Аники стопить баню, а сама тем временем принялась готовить снадобье, рецепт которого только она и знала. Взяла Феврония ковш со снадобьем, перекрестила его, будто дух святой вселила. Велела Анике, чтобы князь хорошенько вымылся, да растер этим снадобьем все язвы и струпья. Только одну маленькую ранку пусть обязательно оставит. Все в точности передал Аника Петру. А заодно и предупредил, что хочет девица княжеской женой стать. Задумался Петр. Однако делать ему было нечего. Решил, пусть Феврония сначала вылечит его, а там посмотрим. А если она такая шустрая, что рассчитывает его женихом сделать, то пусть покажет свою расторопность и смекалку. Пусть возьмет этот клочок льна, выткит полотно, да и сошьет из него сорочку, портки и платок, пока он в бане моется. Не растерялась Феврония княжеской выдумки. Взяла щепку и велела передать Петру. Дескать, пусть и он постарается. Смастерит из этой деревяшки ткацкий станок. Удивился князь, понял, что девица не так проста, как кажется. Но решил исполнить все в точности, как велела Феврония. Кто его знает, а вдруг блаженная и впрямь владеет особенным секретом. Осторожно смочил он каждую язву отваром, но одну ранку оставил. И случилось чудо. Вмиг исчезли болячки. Вышел князь на свет Божий, вздохнул полной грудью, да и тут же и забыл о своем обещании жениться. Решил Петр, что не грех это нарушить слово данной крестьянской девицы. Велел он Анике нести мешки с золотом и серебром в награду Февронии. Но Феврония отказалась от княжеских подарков. Жалко ей стало лжеца. Она-то знала, что не откупится он от своей болезни богатствами. И велела она Анике забрать мешки с серебром и златом. Дескать, они еще понадобятся князю, чтоб другим врачам давать. И вновь тело его, как и прежде, покрылось многими струбьями, язвами. Морщий с отогненной боли поведал брату Павлу без утайки, как в сельце Лоскова излечило его дело Февронии и как он обманул ее. Долго молчал Павел и сказал с печалью. Грех на тебе, брат, пренебрег ты, исцеливший тебя, обидел своим обманом. Да еще и золотом откупиться от нее хотел. Знай, Петр, что у Бога не только милосердие, но и пенебда грешникова. Еще апостол Лука говорил, каждый возвышающий себя сам унижен будет, а унижающий себя возвысится. На следующее утро исповедался князь Петр в церкви, и прощены были ему грехи. Превозмогая боль, потащился он к дому Февронии один без верного слуги. А Феврония приняла Петра кротко, без единого попрека. Повинился князь перед девушкой, просил не помнить обиды и дал верную клятву взять ее в жены. И тогда Феврония исцелила Петра от дьявольской проказы. На радостях решили они не откладывать венчание. Свадьбу сыграли в Буроме на Петров день. Казалось, отродясь, не видели на этой земле такой красивой пары, как князь Петр и деревенская девушка Феврония. «Свершился промысел Божий. О таких браках говорят, что они заключаются на небесах». Торопился посланец, чтобы успеть застать Давида в живых. Слово в слово передал он ответ блаженной Ефросиньи. «Дескать, придет она, как закончит работу». И тогда взмолился Давид. «Нет больше мочи терпеть. Пусть Ефросинья поторопится». Спокойно выслушала Ефросинья послушника, но не бросила работы. Знала она, что скоро уже они встретятся. Последний стежок остался. После свадьбы зажили Петр и Феврония в княжеском дворце в мире и согласии. Петр не мог налюбоваться на жену. И умна, и красива, и скромна. Вот только бояре сразу не взлюбили Февронию. Не по чину она им пришлась. Жены их шептались между собой. И что только князь в ней нашел. И драгоценностей на ней нет. И солидности княжеской не имеет. Печален стал Петр. Видел он, как потешаются над Февронией бояре. Но ничего сделать не мог. А бояре смеялись. Дескать, княжеская жена, как простая крестьянка, крошки хлебные со стола собирает. Раздосадованный князь велел жене разжать руку. И увидели все бояре на ее ладони не крошки, а сверкающие самоцветы. Но слава мира сего не давала покоя боярам. Они вдруг со злостью стали настаивать на том, что у князя Петра должна быть высокородная супруга. Говоря, что не желает, чтобы простая девица была госпожой их женам. Князь Петр с полным смирением просил их самих обратиться к Февронии. Бояре предложили Февронии покинуть город. Она согласилась с одним условием, что они дадут ей все, что бы она ни попросила. Бояре обрадовались и обещали выполнить любую просьбу. Княгиня Феврония же сказала «Ничего не прошу иного, только супруга моего, князя Петра». Внушил господ Петру твердость и укрепил его волю. И пренебрег князь царствованием в этой жизни ради божьих заповедей, где сказано «Если кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам прелюбодействует». Умер старец Давид, не дождавшись Ефросинью. Принес гонец монахине скорбную весть, упал в отчаянии на колени. Приставился Давид. Сделала Ефросинья последний стежок, закончила долг послушания. Поняла она, что пришел и ее черед. Встала, помолилась своей заступнице Божией Матери, с чьим велением сверяла на свою жизнь, и с миром отправилась вслед за верным своим мужем и братом во Христе. Так навечно соединились души Петра и жены его Февронии. Благоверный князь Петр и княгиня Феврония, помолившись Богу, предали оба свои святые души в руки Божии. 25 июня по старому стилю. Из-за принятого благоверными супругами монашеского чина, людям показалось, что не подобает их телам лежать в одном гробу, и они положили их в разную. Князя Петра они решили похоронить внутри города, в соборной церкви, и поставили там гроб с телом. Благоверного Февронию же, вне города, в женском монастыре, в церкви воздвижения креста Господня, и там поставили гроб с ее телом. Наутро люди обнаружили, что оба гроба, в которые они положили своих правителей, пусты. А святые тела их находятся вместе, в соборной церкви Рождества Богородицы, в той каменной гробнице, что они себе приготовили. Неразумные люди, как при жизни их метущейся, так и после честного их представления, опять переложили их тела в отдельные гробы и снова разнесли. И вновь наутро оказались святые в едином гробу, и после этого уже не смели прикасаться к их святым телам. И положили их в едином гробу, в котором они сами велели, у соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы внутри города. И дал это Бог на просвещение и спасение городу, а те, кто с верою приходят к раке их мощей, принимают неоскудное исцеление. После смерти Петр и Феврония упокоились в общей гробнице Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Сегодня тысячи людей приходят сюда, чтобы просить у святых разрешения своих семейных проблем, покровительства в любви, исцеления болезней. В 92-м году вот к нам приехал тогда Джон, он по-русски, конечно, ни слова не говорил. Его жене сказали, что рожать и детей нельзя, так как у них и совместимость какая-то резусная и все прочее. Джон, конечно, не умел молиться еще, и намолилась, чтобы Господь даровал им дитю. И на будущий год, 26 мая, у них родился первый сын. И что интересно, что, значит, мне тогда звонит переводчица, говорит, помолитесь, вот Нина, значит, рожает, но ей сказали так, или мать, или сын. Невозможно, надо кого-то одного спасать. Джон очень плакал, видно, вот он, я думаю, что вот это вот, первая была такая вот стрессовая такая ситуация, когда вот он действительно поверил, что надо сохранить мать, и он стал молиться. Ну, смысл, жиму имеется в виду. И знаете, конечно, Господь оставил и сына, и мать. Сейчас у них пятеро детей. Ведь по вере ваше любят вам. Во что ты веришь, то ты получаешь. Ведь, чтобы сохранить семью, очень многое зависит от женщины. Очень многое. Никогда не было на Руси равенством. Никогда. Женщина должна подчиняться своему мужу. Недаром в апостоле сказано, да, женщина боится своего мужа, жена. А муж любит ее, как самого себя. Так что вот это большой, как бы сказать, такой момент, который упускается из семей. Женщина не хочет подчиняться мужу, а муж заводит себе любовницу на стороне. Сегодня история вечной любви Петра и Февронии учит нас мудрости. Оказывается, что в суете окружающей жизни нет ничего дороже мира и уюта в семье, здоровых и счастливых детей, близкого человека рядом. Чтобы первыми получать наши видео, подписывайтесь на наш канал. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Для перехода на следующее видео кликните по картинке. Нажав на картинку, вы сделаете правильный выбор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова